Всем привет! Сегодня у меня будет коротенькое включение с нового района, который выстроили в Риге. Ну, он не совсем такой новый, наверное, уже несколько лет ему. Просто я как-то для себя его открыла относительно недавно. Иногда хожу здесь на прогулку. Вот сегодня у меня такой день, я здесь была рядом по делам. Сейчас заеду немножко прогуляться. Опять же, в кафешечку возьму кофеёчек. И немножко сделаю кружок небольшой. Здесь комплекс как офисных зданий. Вот это, мне кажется, как раз офисное здание. Так называется район Яуна Тейка, новая Тейка. Здесь такие компании страховые работают. Внизу кафешки. Вот Нарвасон сейчас зайду за кофеём. Вот это Ген Сидиги, если правильно я произношу. Это страховая компания. Сейчас, правда, выходной, всё закрыто. Аптека. Максима Экспресс. Маленький продуктовый магазинчик. Я надеюсь, что меня слышно. Здесь такой ветер, честно говоря. И сейчас вперёд ещё пройдём, зайдём внутрь самого района, в центр. Видите, какая там обезьяна стоит, белая, большая? Сейчас мы к ней подойдём поближе. Вот это тоже офисы. Интересно то, что корпусы называются разными именами. Видите, Теодорс. А вот там впереди Валтарс. Практически небоскрёбы местные. Как вам такая конструкция современного искусства обезьяна-космонавт? Классные здесь такие, ну и, честно говоря, не совсем, наверное, удобные. Вот эти голубые сидения, скамейки. Они, видите, можно... Наверное, подразумевало, что здесь можно лежать, как на шезлонге спиной. Потому что либо если вот так сидеть, то спинки нет. Летом, наверное, можно лежать, как на шезлонге. Ещё один корпус. Аусма называется. Тоже имя латышское. А там у нас Хенрикс. Такие высотки. И впереди там уже жилые дома. А здесь, кстати, вот сейчас не работает, но, в принципе, здесь фонтанчик. Очень классно. Все жители этого корпуса, этого района могут здесь погулять, посидеть. Детки в фонтане летом играют, гуляют. Очень классный район. Но здесь довольно дорогие квартиры. Здесь вот молодым семьям с детками хорошо. Или офисным работникам, например, какую-то однушку. Потому что здесь офисы внизу. Ну, цены здесь от 100 тысяч евро за квартиру. Классный район. Пойдёмте кофеёк возьмём. Ну что, я взяла кофеёк белый. Взяла булочку со шпинатом. Здесь у меня их три. Потому что там была акция 3 за евро. Возьму домой. Со шпинатом такие. Толстенькие булочки. И взяла ещё марципанку. Такой у меня комплект. На улице солнце. Я первый раз сижу на солнце на скамейке в этом сезоне. Можно сказать, сезон весенний открыт. Ура! Кстати, такие как столики деревянные. Можно поставить свою еду. Сделать такой пикничок стоя. Не обязательно сидеть на лавочке. Есть также ресторан. Почему-то он сегодня закрыт. Я не знаю, может, он вообще закрыт. Внутри так симпатичненько вроде всё. Столики стоят. Странно, почему он в выходной день закрыт. А, он работает только по рабочим дням. Ну да, конечно, это район такой офисный. В принципе, наверное, рассчитано, что офисные работники сюда ходят пообедать. Интересный такой интерьерчик зелени. Что здесь ещё из интересненького? Ещё здесь стоят такие игры. Но мне кажется, что они платные, как вам кажется. Да, пишут, что мячик находится в ресторане, как раз вот, который мы сейчас проходили. Наверное, для клиентов ресторана только. Такая игра. Ну и ресторанчик здесь. В общем, здесь классно прогуляться, даже если здесь не живёшь, как я. Я просто иногда проезжаю сюда, если я рядом. Релакснуть, погулять. Весной здесь красиво всё цветёт. Подснежники. Целая полянка здесь. Сделала небольшой кружок. Здесь, кстати, покоматы. Вот так у нас выглядят. Пальцем не хорошо показываются, но я показала. Покоматы для посылок. По Балтии, по странам Балтии. Можно в Эстонию, в Латвию. По Латвии, по Эстонии, по Литве. С помощью таких покоматов отправлять посылки. Не нужно идти на почту, очень удобно. Приходит кодик в телефоне. Этот код вводится в покомат на экране. И так мы получаем посылки. Я думаю, что это везде уже, конечно, во всех странах есть. Ну, уже буду выдвигаться из этого райончика. Сейчас пойду вот впереди такая арка. Пройдусь там. Люди гуляют с собаками, с детьми. Здесь очень спокойно, кайфово. Когда будет фонтанчик, вообще будет классно. Всё, райончик остался позади. Вышла вот из этой арки я впереди. Поеду дальше по своим делам.